Всем привет еще раз. Так, ну я пока начну. В принципе, как уже сказали, я занимаюсь биометрическими технологиями, конкретно для единой биометрической системы. И, признаюсь честно, я обожаю читать комментарии в сети, связанные с биометрией. Там целый кладезь мифов, легенд, каких-то предположений о том, как на самом деле работают биометрические технологии. И чем больше эта технология развивается, чем чаще она используется, тем больше пользователи начинают говорить о тех предположениях, о тех рисках, страхах, связанных у них с этой технологией. И мы часто сталкиваемся с этим не только в сети, часто сталкиваемся с этим на мероприятиях, на каких-то очных встречах, где люди выражают свое беспокойство в связи с использованием этой технологии. Поэтому мы взяли топ-3 слуха, которые наиболее дороги моему сердцу, которые наиболее часто я встречаю при общении с людьми, и измерили их количественно для того, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть. Мы, собственно, выбрали три мифа. Начнем мы с первого. Первый связан с тем, что биометрия работает только на данных высокого качества. Если кто-то слышал про единую биометрическую систему, про законодательство, которое сейчас действует в Российской Федерации в области биометрии, то многие знают о том, что биометрические данные сейчас могут храниться только в единой биометрической системе в части лица и голоса. И, соответственно, многие пользователи, когда увидели о том, что их биометрия передана из сторонних систем в единую биометрическую систему, в первую очередь задались вопросом, а какого качества эта биометрия, как она собиралась, потому что не всегда пользователи обращают внимание о том, что их сфотографировали, например, для биометрии. И, соответственно, их беспокойство связано, достаточного ли качества это биометрические данные для дальнейшего распознавания с высокой точностью. И у нас как раз в этом году возник подобный кейс. Обычно мы работаем с данными, собранными в кооперативном режиме, то есть пользователь заинтересован в том, чтобы получить услугу. И, соответственно, данные, которые мы получаем на вход, зачастую высокого качества. Во-первых, это обеспечивается тем, что у нас на входе в биометрическую систему есть контроль качества. Там огромный перечень параметров, который проверяется и для лица, и для голоса. Во-первых, это регламентировано нормативно-правым актом, а во-вторых, это, конечно, позволяет нам обеспечивать более высокие характеристики и использовать алгоритмы различных вендоров для того, чтобы они могли ориентироваться на определенное качество данных. Так вот, в чем был кейс? Обычно мы, конечно, когда предоставляем услугу, фотографируем непосредственно человека, и эта фотография улетает на распознавание в биометрическую систему. Но здесь был абсолютно другой кейс. Это была посадка на поезд по биометрии, и там не участвовал как таковой человек при фотографировании. Там был вот такой интерфейс с его фотографией и QR-кодом, в котором зашит вектор из его же фотографии, но не обязательно той, которая представлена на экране. Соответственно, когда проводник хотел проверить, что это тот именно пользователь, купил билет, то он с помощью мобильного приложения делал фотографию экрана с фотографией. Как бы смешно это ни звучало. И эта уже фотография улетала на распознавание. Как мы видим, фотография сама по себе достаточно маленького размера. А когда мы ее фотографировали еще с экрана, то возникали различные дополнительные артефакты. Это могли быть блики, это могло быть размытие, потому что камера не успела сфокусироваться на экране. Это могли быть пальцы, это могли быть трещины на экране. И, собственно, все это мы и воспроизвели на сценарных испытаниях. Для того, чтобы нам можно было количественно оценить, насколько хорошо биометрические процессоры будут работать в этом кейсе, мы собрали непосредственно базу фотографий. Мы ездили специально на вокзал. Это была еще зима, было холодно. И с утра до ночи собирали фотографии именно как было бы в настоящем кейсе. В этом и заключаются сценарные испытания. Соответственно, у нас был огромный пул артефактов, потому что мы не можем ожидать от пользователя, что он будет очень стараться получить качественное фото. Когда мы держим телефон, мы его держим по-разному. Мы его держим, закрывая экран пальцами. Могут быть блики, как я сказала, от освещения, которое есть на вокзале, а может быть на вокзале где-то на полустанке вообще может не быть освещение. Могут быть трещины и так далее. Соответственно, мы собрали базу, состоящую из самозванцев и из подлинных пользователей. Самозванцы, соответственно, имитируют пользователей, которые не покупали билет, но очень хотят поехать за кого-то из тех, кто купил. И подлинные люди, это те, которые купили билет, для них, соответственно, в базе две фотографии. Полным перекрестным сравнением мы прогнали эту базу и получили эксплуатационные характеристики. Казалось бы, вот он успешный успех, но нет. Результаты оказались неудовлетворительными. В том же 1453 приказе, про который я уже сказала, Минцифры, есть требования к эксплуатационным характеристикам биометрических процессоров, которые должны обеспечиваться при распознавании. И, казалось бы, биопроцессор, который мы выбрали полностью, выявил точность базы, поэтому здесь вот такая вот ступенька. То есть точнее эксплуатационные характеристики измерить не позволяет размер базы, который мы выбрали. Но, к сожалению, мы получили 3% вероятности ложного несовпадения, то есть вероятности того, что я как зарегистрированный пассажир не сяду на поезд при разрешенном 1%. Поэтому результаты были признаны неудовлетворительными. И мы задались вопросом, собственно, в чем проблема. Естественно, первая идея была в том, что мы собрали базу достаточно плохого качества, что нужно ограничивать людей в качестве собираемых данных, что они должны стараться собрать максимально качественную фотографию. От этого мы и думали отталкиваться, но оказалось нет. Оказалось, что тот алгоритм, который мы выбрали, а у нас были определенные ограничения на выбор алгоритма, связанные с тем, что в QR-код можно зашить вектор только определенной длины. Он просто вмещает в себя определенный размер данных, и, соответственно, туда влазил только вектор маленького размера. Порядка, если не ошибаюсь, 260 байт. Соответственно, эта нейронная сеть не смогла обеспечить требуемые эксплуатационные характеристики. И мы думали, что это связано с качеством, как я сказала, но оказалось нет. Оказалось, что эта нейронная сеть часто ошибается на людях азиатской внешности. А, соответственно, когда мы собираем базу, мы, естественно, стараемся базу собирать отвечающую тому распределению людей, которые проживают на нашей территории. Естественно, они разного возраста, естественно, они разных национальностей. И поэтому в нашей базе было не менее 30% людей с азиатской внешностью, и это сказалось на результате, что мы получили отрицательные. В связи с этим было два варианта. Первый — это признать результат неуспешным. А второй, естественно, поменять нейронную сеть. Мы взяли биопроцессор этого же производителя, но последнюю версию. У нее вектор был большего размера, в два раза больше, 520 байт. И на ней мы получили требуемые характеристики. Но при этом нам пришлось увеличить еще и размер базы. Это было связано с тем, что первоначально мы оценивали эксплуатационные характеристики как для нормального распределения. В связи с этим на концах графиков, где у нас с вами наибольшая зона интереса, попадало мало людей. Соответственно, доверительный интервал мог уходить при оценке по нормальному распределению в отрицательную область, либо, наоборот, в положительную, больше единицы, где, собственно, значения уже быть не может. В связи с этим для того, чтобы корректно оценивать доверительный интервал, мы нарастили базу до требуемого размера и перешли от нормального распределения к биномиальному, что, в принципе, дало результат. Мы получили результаты достаточные для того, чтобы удовлетворить требованиям нормативно-правых актов. И этот проект, это тестирование, соответственно, было признано успешным. В связи с этим, конечно, можно сказать, что, да, этот кейс работает, но важно всегда помнить о том, что чем качественнее данные, тем лучше будет работать нейронная сеть. Но, опять же, необходимо учитывать то, на каких данных она обучалась. Поэтому мы перейдем ко второму кейсу, который мы проверяли, а именно близнецы и двойники. Это часто волнует людей, особенно в связи с тем, что периодически в интернете возникают слухи о том, что близнец оплатил за своего брата или сестру покупку где-то или прошел куда-то. В связи с этим людей часто беспокоят, не получится ли так, что похожий на них очень человек оплатит за них какую-то услугу. Все началось, на самом деле, с того, что, я думаю, вы знаете, Олаф Шольц встретил своего двойника Криса Кунса на мероприятии, и они сделали вот такое вот фото, где они очень похожи. Они оба запостили это в сети, и, соответственно, теперь их часто нарекают двойниками, они активно на этом пиарят эту историю. Вот. В биометрических технологиях с точки зрения испытаний и с точки зрения оценки атак на биометрические технологии есть целый класс отдельный биометрических атак, так называемые пассивные попытки самозванца. Они связаны с тем, когда самозванец не пытается ничего делать, он не использует никакие инструменты атак, он просто пытается с помощью своих же биометрических данных, то есть своего лица, пытаться поймать ошибку в системе. То есть я, например, пытаюсь пройти за кого-то другого, ничего при этом не делая. В связи с этим мы решили проверить, насколько биометрические технологии вообще способны различать двойников и похожих людей. Большая часть времени для этой проверки ушла на то, чтобы собрать базу данных. Вообще в сети достаточно много информации о том, что люди часто путают актеров, например. Вот на примере Джеффри Дин Моргана и Хавьер Бардема. Кто-то вообще их различает? Ну вот я вижу, один молодой человек говорит, что нет. Да, я на самом деле, когда вижу незнакомых людей, я тоже часто их путаю. Мне сложно с новыми лицами распознавать новые лица, скажем так. И когда мы смотрим, например, на этих двух актеров, они достаточно похожи, хотя мы можем выделить какие-то признаки, которые нам подскажут, что на двух фотографиях один актер, а на двух других другой актер. В соответствии с нашим испытанием мы собрали базу данных. На треть эта база данных состояла из так называемых двойников, то есть актеров, людей, которые путают зачастую между собой. Например, вот Уилла Фаррелл и Чад Смит, если не ошибаюсь, барабанщик из Ротхат Чили Пепперс. Их часто путают. Ну и будем честны, они действительно очень похожи. Мне кажется, если бы найти Уилла Фаррелла в кепке, то уже сложно будет отличить. И, соответственно, Близнецов. Таких пар мы собрали 262 уникальных человека. И опять же полным перекрестным сравнением прогнали через биопроцессор. Где-то примерно у нас получилось по 6 фото на каждого человека, плюс-минус. И мы получили эксплуатационные характеристики. Мы взяли 6 биопроцессоров. Один из них это open-source, inside-face, и 5 те, которые стоят в единой биометрической системе. И что, собственно, мы увидели? Конечно, идеальная биометрическая система дает ноль ошибок. Ноль ошибок в непропуске истинного пользователя и ноль ошибок в пропуске потенциального самозванца. То есть в идеале эксплуатационные характеристики биометрической системы должны стремиться в левый нижний угол. Но при этом такой картины никогда, естественно, не наблюдается в зависимости от порога, так как эти две биометрические характеристики связаны непосредственно. Если мы начинаем занижать одну, например, нам более важна безопасность, то, естественно, у нас растет вероятность отказа нашему подлинному клиенту. Так вот, естественно, мы здесь видим, что график не стремится к нашему желаемому результату, к нулю. Но при этом важно понимать, что если мы на таких данных, то есть это утрированная ситуация, когда в базе только близнецы и двойники. Если мы на таких данных пытаемся обеспечить уровень безопасности, необходимый для нашего системы, то мы автоматически задираем порог выше, чем на стандартной базе. И в связи с этим, вот мы видим на таблице, если мы начинаем поднимать до 10 минус 4, вероятность сложного совпадения, то есть вероятность того, что мы не пропустим потенциального мошенника, это приводит к тому, что мы автоматически завышаем вероятность того, что наш потенциальный клиент не пройдет. То есть вы видите, что там процент отказа своему, порядка 50% плюс-минус, и, соответственно, 50% наших клиентов просто не получат услугу и скажут, да мне это не надо, я воспользуюсь другим удобным для меня сервисом. Что, собственно, делать в этом случае? В единой биометрической системе мы пользуемся несколькими вариантами в этом, для того, чтобы обезопасить себя от такой ситуации. Первый, это, конечно, у нас есть второй фактор, наиболее простой, наиболее дешевый. У нас это логин-пароль, например, от госуслуг, но на самом деле это может быть все, что угодно, карточка, какой-то просто логин, какой-то код и так далее. Это может быть вторая какая-то биометрическая характеристика. Мы сейчас работаем в этом направлении. Если кто-то тоже следит за законодательством в биометрии в России, то знает, что с сентября этого года возможно расширение перечня модальностей, которые будут обрабатываться в единой биометрической системе. И, конечно, наиболее удобный для нас вариант и наиболее комфортный вариант для пользователей получать в процессе одного фотографирования сразу несколько модальностей. Это наиболее комфортный вариант. Поэтому мы сейчас работаем в этом направлении, чтобы добавить какую-то новую модальность, которая позволит нам различать людей, которые внешне, да, у них похожи лица, но при этом какие-то другие модальности различаются. Для сравнения, чтобы было понятно, что мы видим на обычной базе, вот справа график на этих же точно биометрических процессорах, на которых представлены эксплуатационные характеристики. На стандартной базе там порядка 4000 уникальных людей. И как раз-таки мы видим ту желаемую для нас картину, когда вероятности ошибок у большинства биометрических процессоров стремятся к нулю. И, соответственно, мы видим, что на базе из двойников эта вероятность отказа своему растет в сравнении с стандартной базой. Поэтому этот миф мы пометим как, в принципе, такое возможно, учитывая особенности этого кейса. И, наверное, мой самый любимый миф — это связанный и самый интересный с гримом. Не так давно в таком телеграм-канале, как «Территория биометрии» появился пост о том, что талантливые гримеры — это просто гроза всех разработчиков биометрических систем. И действительно, грим с точки зрения биометрии и с точки зрения гостов, которые существуют в биометрии, входит в перечень атак, которые должны рассматриваться. И все началось вот с этого видео. Кто-то узнал героиню? Ну, супер. Все смотрят «Гарри Поттера». Да, я тоже смотрю «Гарри Поттера». Поэтому для нас, для тех, кто смотрел этот фильм, не такая большая проблема узнать, кто, собственно, скрывается за этим гримом. Но вот если мы посмотрим на грим от этой же девушки, как вы думаете, на кого этот грим? Первая учительница той девушки? Ну, да, возможно. А если на более известную личность? Роза Сабитова, Набиулина, я услышала. У кого-то еще есть варианты? Что, простите? А, да, вот Лаура Альбертовна. Собственно, мы все эти три варианта и получили. Первый, естественно, самый популярный был связан с Набиулиной и Розой Сабитовой. Но так как я не смотрю телевизор практически, то о существовании Лауры Альбертовны я не имела никакого понятия. А это именно она. Но мне кажется, что она больше все-таки на Набиулину похожа. И большинство голосов, когда мы опрашивали, именно было за либо Розу Сабитову, либо Эльвиру Набиулину. Так вот, на самом деле в сети достаточно много людей, которые активно занимаются тем, что гримируют себя под известных людей. Естественно, чем популярнее личность, тем больше на него попыток сделать грим. То есть у нас было порядка, не знаю, 15 фотографий Леди Гаги. И, естественно, чем менее популярен сериал, например, или чем менее популярный человек, тем меньше на него попыток пародии. Так вот, у нас было порядка 260 уникальных людей в базе. Все это были загримированные люди. Естественно, мы взяли фотографию живого человека, под которого этот грим сделан. Тут нужно понимать, что не нужно пытаться грим определять так называемым лайфнесом. Многие компании, когда пытаются выбрать для себя биометрическое решение, они думают, что от всех атак на биометрию поможет лайфнес. От дефейков, от грима и так далее. Нужно понимать, что лайфнес, так называемая проверка того, что перед камерой находится живой человек, заточена под одну конкретную функцию. Проверить, что перед камерой находится живой человек. Когда мы видим грим, естественно, это живой человек. Лайфнес в этом случае не срабатывает. Потенциальные клиенты, которые хотят внедрить у себя биометрию, очень расстраиваются. Как же так? Ваш лайфнес не работает. Ваше решение неприменимо для систем. Но, опять же, важно понимать, что лайфнес заточен под конкретную функцию. Определять, что перед камерой не фотография, не экран телефона, не дисплей, не ноутбук, не что-то другое, не 3D-маска. А под грим, по нашему мнению, проще всего использовать просто алгоритм верификации, потому что этот человек, который загримирован, он должен вообще быть в принципе похож на того человека, под которого он гримируется. Поэтому мы собрали базу, и, казалось бы, мы видим здесь, как я сказала, плохие эксплуатационные характеристики. Они не стремятся в ноль. Но на самом деле это, наоборот, теперь обратная ситуация. У нас должна быть вероятность ложного несовпадения, то есть того, что гример не похож на искомого человека, максимально большой. То есть грим должен быть настолько неправдоподобен, чтобы потенциальный гример не получил услугу. Поэтому в этом случае мы, конечно, ожидаем, что графики выгнутся, наоборот, в правый верхний угол. И, собственно, это мы и увидели. В связи с этим можно сделать вывод о том, что фактически такой грим, именно скорее любительский, не связанный с какими-то изменениями пропорций лиц, то есть мы не говорим здесь о гриме с использованием каких-то силиконовых накладок, которые меняют структуру лица. Мы говорим именно с помощью каких-то косметических средств, он нерезультативен с точки зрения атак на систему. Но, естественно, у грима есть различные способы. Если это какой-то профессиональный грим, как, например, делают в фильмах, то это уже другой уровень, это уже другой инструмент атаки, и его необходимо тестировать отдельно. Там как раз-таки, если это, например, полностью силиконовая накладка на лицо, то это может помочь так называемый лайфнес. И когда мы встречаемся с мифами, они зачастую, конечно, наиболее логичны. То есть люди способны воспринимать наши аргументы, они способны признавать о том, что их страхи, их возможные страхи перед рисками, которые несет использование биометрических технологий, оно может быть неоправданно. В этом случае мы часто с людьми общаемся, рассказываем, как в действительности работают биометрические системы, и они готовы к этому прислушиваться. Но иногда слухи о биометрии настолько абсурдны, настолько не поддаются логическому объяснению, и люди не всегда готовы слышать тебя. Они придерживаются своей точки зрения и не воспринимают никакие логические доводы. И эти слухи невозможно опровергнуть, потому что просто человек не готов тебя услышать. В связи с этим мы взяли четвертый миф, который часто у нас встречается. Мы наиболее, больше всего его любим. Это о том, что когда вы регистрируетесь в биометрической системе, вам наносит штрих-код на лоб. Это топ наших, наверное, всех комментариев, особенно в таких наиболее популярных социальных сетях, где много людей. Мы часто его встречаем. И как раз-таки вот я на днях смотрела видео, где человек сходил, ему нужно было получить карту, и его сфотографировали в процессе получения карты. И он пришел домой и посветил себе фонариком ультрафиолетовым. Причем у него не было цели светить себе фонариком ультрафиолетовым в лицо. Но так уж получилось, что он что-то делал, связанное с использованием этого фонарика. И увидел у себя на лбу, значит, прямоугольник, светящийся сине-зеленым светом. Так вот, смеха ради. Я сходила, но у меня уже была зарегистрирована биометрия. Но я сходила и перерегистрировала биометрию. Вот, собственно, процесс, как меня фотографируют. И вот уведомление у меня на госуслугах о том, что у меня есть действующая биометрия. На самом деле я регистрировалась непосредственно в банке. Это один из способов регистрации в единой биометрической системе. И через наше мобильное приложение. И в банках я регистрировалась. И эти банки передавали мою биометрию в единую биометрическую систему. Поэтому все способы, которые есть, регистрации в единую биометрическую систему, все они мне опробованы. И, естественно, я купила ультрафиолетовый фонарик. Видите? Ну, наверное, можно. В заключении я хотела сказать, что любая технология имеет свои риски. Это естественно. Особенно любая новая технология, которая активно развивается, у которой становится все больше пользователей. Но зачастую это не те риски, которые волнуют пользователей. Реальные риски, которые действительно несут угрозу для, например, биометрической системы в нашем случае. За ними активно следят люди, которые эту биометрическую систему разрабатывают, которые они поддерживают. И они всегда пытаются быть на шаг впереди тех потенциальных мошенников, которые эти системы атакуют. У меня все. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Спасибо большое, друзья. Пока что есть время просканировать код. Мне кажется, очень интересный доклад. И вообще тема биометрии, она интересна, потому что в данном случае сталкиваются люди и технологии. И надо каким-то образом обхитрить. Скажи, пожалуйста, возможно, у тебя есть какой-то пример самый, если не было в докладе, самый нетривиального обмана, самого дикого попытки обмана биометрических систем вообще в твоем опыте или в литературе, в интернете? Ну, мы сейчас вот конкретно на тех биометрических системах, которые, например, используются в России, не видим как такого роста. И я видела, что в интернете многие разработчики, которые также внедряют биометрические системы, не видим роста обмана биометрических систем именно с точки зрения биометрии или информационной безопасности. Потому что, конечно, наиболее простой способ – это социоинженерия. Там вообще ничего делать не нужно. И этого достаточно. Поэтому, возможно, конечно, в ближайшем будущем, в связи с тем, что технологии, а так, тоже активно развиваются, люди активно начинают пользоваться технологиями, они становятся доступнее. Будет рост атак именно на биометрию. Но сейчас проще всего социальной инженерии обмануть человека. Понятно. Самое узкое горлышко – это совершенно не технология, а человек. Да. Начнем к вашим вопросам, друзья, переходить. Напомню, что вопросы задаются через БОД. QR-код есть на экранах. Первый вопрос. Да, Наташа, спасибо большое за доклад. Начнем сразу. Проодуются, в принципе, такие же исследования, но в отношении голоса. Все-таки… Ну да, он реже сейчас используется, как некоторые биометрии для аутентификации, но тем не менее, как бы истории с его кражей тоже присутствуют. Да, у нас в единой биометрической системе используется голос, и во многих колл-центрах, например, используется голос для распознавания. Но, будем честны, в единой биометрической системе голос не используется как основной фактор. То есть он идет как дополняющий, как раз-таки как вторая модальность для лица. То есть, например, если мы говорим о том, чтобы распознавать тех же близнецов, голос здесь идет именно с точки зрения повысить точность распознавания. Но с учетом того, что сейчас активно развиваются технологии дефейков голоса, так называемый синтез голоса, то мы проводим такие тестирования, но базу здесь собирать гораздо сложнее, потому что многие открытые нейронные сети, которые созданы для того, чтобы синтезировать голос, они все-таки заточены не под русский язык, и в связи с этим есть определенные сложности. Я думаю, что когда-нибудь мы и это продемонстрируем. Быстрый вопрос. Что, по твоему мнению, проще украсть, голос или лицо? Что проще украсть у человека, голос или лицо? Ну, полагаю, что проще всего лицо. Во-первых, мы сами выкладываем огромное количество изображений лиц в том же Инстаграме, в каких-то открытых социальных сетях. А если даже мы этого не делаем, это делают наши друзья, потому что они хотят похвастаться, как они классно отдохнули. Я понял, надо носить масочку. Не, мы с тобой уже все заспойлерили, уже поздно. И голос, и лицо. Они просто в открытом доступе находятся. Да. Перейдем чуточку к технологиям. Скажи, пожалуйста, какие архитектуры нейроночек применяются в данном подходе, и что вообще вы реализовали для автоматического обучения, ну, либо реализуют на рынке? Ну, смотрите, в едино-биометрической системе мы сами не обучаем нейронные сети. Во-первых, это трудозатратно. Это требует больших ресурсов, как человеческих, так и финансовых, с точки зрения необходимых в железо вложиться, в базы данных, соответственно, в людей, которые этим будут заниматься. Нам гораздо проще с точки зрения обеспечения безопасности и независимости к рынку, опять же, использовать нейронные сети, биометрические процессоры сторонних производителей, объединяя их решения для повышения безопасности. То есть мы сами не обучаем нейронные сети. Окей. А может быть ты знаешь, что какой-нибудь SOTA, если вы не обучаете, какой на рынке считается SOTA в плане архитектуры нейронных сетей для биометрии? Вот я хочу супербиометрию сделать. У меня мало времени. Куда мне идти? И вот кроме того, что читать, git-клон чего делать? И не надо куда идти. Законно. Ну, я думаю, самый простой способ вообще просто зайти на GitHub и посмотреть, у чего больше всего звездочек. Хорошо. А у чего больше всего звездочек? Не знаю, какой-нибудь inside face, наверное. Окей. Вот мы получили ответ. Да, следующий вопрос. Давай вопрос про близнецов. Слава богу, у меня такого нет. Но человек интересуется, какая, в принципе, часть, процент у близнецов было в исходном датасете, потому что слабо верится в то, что они все-таки различимые. В датасете, который использовался во втором эксперименте, там было 262 человека. 30% из них были двойники, то есть актеры и люди, которых путают обычные люди. А, соответственно, вся оставшаяся часть, 70% это были двойники. Прошу прощения, близнецы. Отлично. Тут вопрос. Я, наверное, тоже могу ответить, но все-таки давайте вопрос к эксперту. И поэтому есть биометрические вектора. Возможно ли каким-то образом по ним восстановить фото человека? Да, мы тоже занимались этим вопросом. Естественно, все возможно. Но тут нужно понимать, опять же, что есть свои ограничения. Вот у вас есть набор цифр, данных, которые представляют собой вектор. Он создан определенной нейронной сетью. Если мы завтра переедем на новую нейронную сеть, то этот вектор уже будет неприменим. Соответственно, те научные работы, которые мы видели в части восстановления изображений из векторов, они связаны с несколькими ограничениями. Во-первых, нужно понимать и обладать той нейронной сетью, которой создан этот вектор. А в основном они связаны с тем, что вы просто генеративной сетью генерите лицо, кидаете на распознавание в нейронку и смотрите, достаточно ли у вас скор. Это большая часть статей, которые я видела. Соответственно, они фактически не восстанавливают полностью исходное изображение, а пытаются найти максимально похожее лицо. Окей. Я думал, что невозможно. Я думал, что там такое количество… Ну, во-первых, надо понимать, какая нейронная сеть лежит, наверное, под основой, чтобы вот так за реверс инженерить. Ну и скажу так, я в своих мыслях ошибался. Вопрос про саму сбор биометрии. Не лучше ли было не просто присылать фотографию лица, а снимать некоторую панораму, либо видео, чтобы, во-первых, использовать тот же лайфмис для дальнейшей унификации, ну и плюс сам вектор признаков лица, то есть он будет чуть больше и чуть богаче для каждого человека. Да, смотрите, у нас сейчас собираются верно, только одна фотография, но нужно понимать, что у нас при этом все равно реализован лайфмис. Уже есть алгоритмы лайфмис, которые работают по одному кадру, и они показывают достаточно высокие эксплуатационные характеристики на существующих базах данных испытаний. Но, естественно, чем больше данных мы получаем на вход, тем выше будет вероятность того, что мы определим потенциальную атаку. Мы сейчас идем в этом направлении, но, опять же, когда мы выбираем решение, которое обеспечит максимальную безопасность, нужно не забывать о пользователе, о том, что не все пользователи понимают частые инструкции. Вот мы, например, сталкивались с этим при использовании активного лайфмис, когда нужно повернуть голову направо. Люди не понимают, право это относительно них вправо, или право это относительно экрана вправо. И, соответственно, начинают думать об этом. Либо время просто проходит, пока они об этом думают, либо они поворачивают голову не в ту сторону. Соответственно, наиболее удобный и обеспечивающий достаточную точность сейчас лайфмис – это работающий в некооперативном режиме. Он позволяет, во-первых, скрыто от потенциальных мошенников проверять, живой ли человек, потому что потенциальный мошенник не знает, есть ли вообще в этом кейсе лайфмис, на чем он основан. А, во-вторых, это просто удобно для клиента. Да, вопрос про датчики. И вот можно ли провести линию, что датчики глубины, которые используются в Face ID, и вообще, если посмотреть по камерам, они работают лучше, чем нейронные сети, хуже? Может, там тоже применяются нейронные сети? В этих алгоритмах, конечно, тоже применяются нейронные сети, потому что, когда вы сняли карту глубины, например, или данные с ИК датчика, они точно так же летят в алгоритм. Мы встречали и хорошие алгоритмы, основанные на 3D и ИК, например, и плохие алгоритмы, используемые 3D и ИК. Все зависит, конечно, от того, насколько разработчик вложился в обучение, потому что у нас был алгоритм, который, видимо, был обучен, 3D алгоритм, который, видимо, был обучен на трех людях, он на этих трех людях и работал. Но в целом можно сказать, что если хорошие разработчики и помимо изображения еще используются карта глубины, это будет безопаснее. Конечно, любой дополнительный фактор повышает безопасность. Супер. Наташа, спасибо тебе большое. У тебя сейчас сложные задачи, нужно выбрать лучший вопрос, который прозвучал. Так, но они все хорошие. Я уже, честно говоря, просто все забыла. Был про дачу глубины, был про алгоритмы и вообще вот state of the art, что еще у нас было? Про близнецов вопрос. Про близнецов, про восстановление пользователя по вектору. По восстановлению мне понравился. Супер. Хорошо. Человек, который… Кир, Вуш, если вы в зале, пожалуйста, подходите и заберите мерч. Если вы смотрели нас в онлайне, просто знайте, вы классный. Спасибо большое. Аплодисменты. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok